Добрый день, друзья! Сегодня я хотел бы поиграть с вами этюды. Я всегда советую не пренебрегать техническим материалом, играть этюды, потому что это те мелодии, которые вы никогда не слышали, вы не знаете, как они должны звучать. Они учат вас читать с листа, учат вас воспринимать незнакомые мелодии. И для примера мы возьмем французского композитора Ги Лакур. Я думаю, я правильно произнес его фамилию. И цикл из 50 этюдов. Сегодня мы сыграем первый и второй этюд. Будем использовать метроном. Я буду играть максимально просто, чтобы вам были понятны ноты, которые звучат, чтобы вы могли сопоставить лиги, слышать, где я играю даташе, где я беру дыхание. То есть просто максимально простой показ материалом. Перед тем, как играть незнакомую мелодию, я советую понять, во-первых, размер, темп и тональность, в которой написано тюд. Здесь у нас, как вы видите, 4 четверти. Вот эта буква С, это замена значка 4 четвертей. Также темп андантина, 72 удара. Можете на метаноме ставить медленнее, если вы читаете с листа, я поставлю 72. И тональность до мажора. Знака приключения нет. И заканчивается на ноту до. Очень важно, что тональность определяется по последней ноте, а не по первой. Знака приключения нет. Знака приключения нет. Знака приключения нет. Знака приключения нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Несмотря на свою простоту, здесь в основном используются длинные ноты, половинки, иногда четверти. Он не самый простой с точки зрения амбушюра, потому что здесь много протяженных нот, мало пауз. К концу этюда у вас, конечно, будут уставать клубы, поэтому играйте его либо с перерывами, либо играйте целиком, но потом делайте перерыв в несколько минут. В принципе, достаточно простой этюд, небыстрый. Второй этюд уже немножко быстрее. Также тонакс до мажор, модерата и темп 84. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА